У нас приехала выставка в город, именно аквариумных рыб, в центре города, организовали, то есть арендовали помещение. Но опять же, там в основном были цихлиды. Я, наверное, в классе пятом тоже был тогда, шестом, седьмом, неважно. Нас повели туда. Мне так понравилось, нас классом привели, мне так это все понравилось. Я пришел домой, я в таком восторге рассказал об этом маме. На следующий день у нас, все, уже появился аквариум, нет, почти так, да. На следующий день я в выходной, в школе у нас выходной. Я говорю, мама, поехали еще раз туда, тебе понравится. Мы едем с ней, она смотрит, ей тоже нравится, она видит, в каком я в восторге. И мы тут же, там же заказываем аквариум на заказ, типа дизайнерское оформление. Мы там реально очень классно сделали, красиво. И вот с тех пор, с того момента, да, вот я именно цихлидами заинтересовался, мне очень нравилось. И первые мои рыбки, как ни странно, которые мне больше всего понравились, почему-то... Были не гупи? Не гупи, а чернополосые цихлозомы, которые как тараканы, да, вот самые такие незрачные, но они мне почему-то больше всех понравились. Вот, а так, я даже сейчас помню, какие у меня были первые, это цихлозомы чернополосы, это были голубые акары, мейеки, принцесса Бурунди, еще какие-то африканцы... Ну вот эти вот 9 аквариумов, которые ты говоришь, у тебя были дома, там было все запитое цихлидами? Да, все цихлиды. У меня дома только цихлиды были. И никогда ничего другого не было? Нет, ну были, конечно. Шовородки там? Да, были, были. Ты их разводил как мясо, как живой корм? И так тоже, да. Ну хорошо, когда ты уже начал работать в этом биологическом и экологическом центре, у тебя рыба другая появилась в аквариуме? Нет. Ты домой не приносил излишки там, еще чего-нибудь? Наоборот, я из дома приносил. Туда? Да. Лабиатумов я помню приносил, астронавтусов туда приносил. Причем, ну, дело уже близилось. Короче, я должен, да, как бы это пояснить момент, то есть я там начал работать, то есть мне это шло в зачет... Стажировки. Стажировки. То есть я еще получал эту зарплату, и на тот момент у меня бабушка заболела раком. Я забил на учебу полностью, я взял еще вторую работу. Я работал у себя в школе ночным сторожем. То есть ночью я в школе, в лицее у себя. Утром я шел домой, завтракал там, мылся и шел в экологический центр. И, в курсе, все, что я зарабатывал, получается, я отдавал на лечение, да, лечение бабушки. То есть ее увезли в Кишнев, потом на операцию. Это уже в Молдове, получается? Да, Кишнев это, да, это уже в Молдову. Ну и так как это был уже последний, пятый курс, то есть у меня госэкзамен и все, а я тут забиваю, просто я перестаю ходить в универ. Вот я начинаю работать, меня вызывает декан, спрашивает, что дела такие, почему я так веду себя. Я ему всю ситуацию объясняю, он мне говорит, ну, слушай, здесь как без вариантов, тебя мы не можем оставить, да, тебе нужно идти, говорит, служить. Говорит, ну, можем сделать так, говорит, то есть мы тебе даем академий отпуск, то есть мы входим в твое положение, да, что у тебя как бы нет выбора, почему ты не ходишь на занятия, ты работаешь. Вот, мы тебе даем академий отпуск, ты идешь, служишь, просто после армии ты возвращаешься, заканчиваешь. И все, я вот так. Допустим, я поехал на рынок, у меня уже есть в кармане там какая-то денежка, которую я выручил, да, с продаж. Вот, я смотрел экземпляры, как я продаю. Какие у тебя? Да, которых у меня не, скажем, да, вот, как бы для нашей коллекции, ну, было, кстати, что-нибудь яркое такое интересное, ну, я, соответственно, покупал, привозил, и все. В то время еще не было флоро-ресцентных, каких-то таких ярких, а, нет, 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 туда не было, нет, они были, но я их видел только в интернете, да, на картинках, там, на видео, ну, прямо у нас такого еще не было. Ну, а как ты считаешь, вам вообще бы разрешили, допустимо было бы в коллекции в центре размещать такие? Да, 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 вполне. Почему? Это как уникальный экземпляр, то есть, да, ты подводишь ребенка и объясняешь ему, что да, вот эта вот рыбка, она искусственно вообще осознанная, на самом деле, то есть, она не такая в природе, вот, то есть, там целую лекцию можно про это рассказать. То есть, у тебя был очень материал не только для того, чтобы что-то показать, но чтобы что-то еще говорить, рассказывать? Конечно, это обязательно, просто так показывать, это, ну, нет смысла, ну, пришел в зоопарки, да, посмотрел, ну, прикольно, ну, все. Ну, а там, вот в этом экологическом центре, кроме цехлит, какие еще рыбки были? Ну, золотые, например, были? Да, были, конечно, и живородящиеся, и там гуппи, и мельнези, и весь этот ссор. Как я их называю. А детям что больше нравилось? Какие рыбы им больше нравились? Цехи, да. В том, что вот у них именно в этом. Ты не думаешь, что ты сам был заряжен на этих цехлитах, поэтому ты им больше рассказывал про них? Возможно, возможно, я, да, я как бы, но они, на самом деле, интереснее, то есть, как там, даже, начиная от того, как они образуют пары, они роют гнезда, да, там, ну, если американцы, африканцы там вообще во рту вынашивают своих, эти икринки, как они защищают там свою икротность. Это намного интереснее, нежели там живородящая, которая родила и тут же сожрала. Ну, это неинтересно. И ребенка, наверное, печален, да? Ну, конечно. Мама съела своего ребенка. По крайней мере, и вот все, абсолютно все они, которые ходили заниматься, всем было интересно, ну, может, это действительно я все-таки преподносил так, но им было всегда интересно все-таки циклитами заниматься. Ну, они заводили циклит, в первую очередь? Да. Ты им давал этих рыб? Да, мальков, конечно. Или они покупали где-то? Они, если были какие-то мальки в наличии, то я говорю, да, там, ну, допустим, подожди, человек подрастет, окрепнет. Говорит, пожалуйста, убери. А родители были такие, которые сами горели аквариумистикой и интересовались? Да. Ну, приходили, в основном, папы почему-то. Неудивительно. Вот, они приходили, да, с детьми, с пацанами своими, вот, они расспрашивали. То есть, им ребенок рассказывал, что, да, вот, нужно завести, там, таких-то, таких-то рыбок, и, там, если это циклиды, им там, нужны, допустим, коряги, им нужны камни, там, то-то-то-то-то. То есть, нужно сделать так. Их тяжело было очень достать, особенно, если что-то это такое редкое. Ну, например? Например, те же лабиатумы. Я их вообще приобрел в Кишиневе, я ездил в Кишинев, там, купил пару. За границу было уезжать прагматично или там был доступ открытый? Ну, конкретно в Молдову вообще прям открытый тогда, там, даже границу не чувствую. Потому что, как будто на остановке стоял, автобус и поехал дальше. Все это быстро и, соответственно, там... Там бы рыбы было больше? Да. Ну, там больше все-таки этих всех зоомагазинов, где прям привозят с России, там, с Украины. Ну, у многих аквариумистов, которые занимаются аквариумистикой давно, сейчас, наверное, такая тенденция пошла, аквариумы либо уменьшаются, ну, то есть, грубо говоря, было по полтонны, по тонны, по полторы тонны, сейчас уже по 100 литров. У некоторых, ну, и у меня, в том числе, уже не по 100 литров, а по 20, по 30, то есть, нано-аквариумы, многие сходят вообще сейчас на рептилии. То есть, идёт на спад потихонечку, потому что ты уже этим перенасытился. Как ты считаешь, что эти тоже перенасытился? Нет, ну, я бы сейчас не отказался от аквариума литров, там, хотят... Циклидами? На 250. До этого, если я не живой, у тебя были барбасы? Ну, когда-то были, конечно. Мне кажется, у меня была любая рыба из зоомагазинов у меня была. Почему у меня циклиды? Ну, к циклидам я пришёл в конце, то есть, я заводил разные, кто-то приживался, кто-то не приживался. Всё-таки я был мелкий ещё, в младшей школе учился, да, ну, частенько умирали рыбки. Ну, и, как бы, начал вообще, я заинтересовался, я гораздо раньше, наверное, в классе втором ещё. У меня был первый аквариум, такой круглый, короче, сфера такой ещё советский. 10-ритровой? Да. На трёх ножках? Да, 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 с подставкой вот эта такая. Вот. Я занимался, потом что-то, ну, не знаю, как-то подугасло вот это всё. А вот после похода вот этого на экскурсию, всё, я так загорелся, я загорелся именно циклидами. Ну, и всё, циклиды. Как ты относишься к рептилиям? Ну, тебе нравятся сейчас какие-нибудь, ну, или хотелось бы тебе, если бы позволяло бы это место? Да, это его эублефар, геккон, вообще клёвый. У меня он был вот в экологическом центре, я его постоянно на руках держал, я его кормил таракашками, прям с рук. Классный он такой милый. Вот если бы я и завёл, то вот, наверное, всё-таки его. Эублефара? Эублефара, да. Слушай, ну расскажи про болезни рыб. Ты сейчас так затронул, ну, скользко так, что рыбки болеют, умирают. Там такое тоже было? Там это было прям... Минимум? Мало? Максимум. То есть болели постоянно? Да, ты прям приходил в зоомагазин и ты видел, что рыбы... Подожди, в зоомагазин, я имею ввиду про экологический центр? А, нет, нет, в экологическом центре у меня, это, не знаю, крайне редко происходилось, там одна рыбка, у неё там какие-нибудь белые точки появлялись. Чем лечил? И как? У тебя... Синькой, если я помню. Материна в синей? Да. Универсальное средство от всего. Всё, это как зелёнка, только синяя. Ну, не было, вот, если ты берёшь в зоомагазине, они почти все больные были, то есть, если ты хочешь, у тебя хотя бы две прижилось, то нужно брать штук шесть, потому что остальные всё умрут, болячки. Поэтому рынок был в приоритете? Да. Там, потому что своя разводня была? Да, на рынке, как раз, да, здоровее рыбки были. Но выбор, да, маленький? Да и сейчас так же осталось. Ну, выбор... Ну, как тебе сказать? Я бы не сказал, что там, на самом деле, выбор большой. И... Эксклюзив. Вот в чём вопрос. Да. Причём, на рынках, в основном, эксклюзив. Не, естественно, там, всякого хватало тех же и гупий, и мальнезий. Но, прям, что-то там топовое, там, какой-нибудь тот же петушок красный, вот такой вот, прям, вот он распушенный такой плавает. Офигенский вот, просто никогда такого в зоомагазине не найдёшь. Там какие-то обсосанные самки такие плавают, полумёртвые, блин. И всё. Так а зачем ты тогда ходил в зоомагазины? Если, ну ладно, можно было сразу покупать туда, заходить. А, я не... Я ходил, закормил в зоомагазине. В общем, я не помню. Смотрел, ужасался, его увидел. Не, ну... И, кстати, вот цехлит в зоомагазинах почему-то на то время вообще не было никаких. Ты не найдёшь. Только вот по объявлениям, либо на птичьем рынке. Как у тебя закончилась история с этим экологическим центром? Я ушёл в армию. Ты просто пришёл такой с повесточкой, вот вам, меня забирают. Ну, я когда туда устраивался, я предупреждал, что, ну, я вряд ли надолго задержусь, потому что... Ну, даже всё, ну, там университет закончится, надо уйдать в армию, послужить. Да, конечно. Ну, всё, я пришёл, сказал, всё, у меня вот повестка, вот там, тада-тада-та я ухожу. Всё, мне пожелали. У тебя воспоминания об этом экологическом центре остались тёплые? В основном, да. А были какие-нибудь такие смешные истории, о которых ты вспоминаешь до сих пор? Ну, не знаю, смешной, не смешной момент. Ну, не важно, смешной, что запомнилось самое-самое? То есть нам резко, короче, подходят вот ко мне наши руководители, говорят, нам срочно нужно какой-то новый экземпляр. К тебе не рыбу, типа, что-то должно быть, там, пауки, там, какие-то ящики, ну, что-нибудь такое, ну, такое необыденное. Чего не было. Да. Да. Денег, соответственно, нету. Чего делать? Мне мой друг подсказывает, говорит, давай тритонов поймаем, обычных эквариумных тритонов. Говорит, давай поймаем, блин, пару штук, да притащим туда в аквариум и всё. Давай. Поехали мы, короче, там небольшой водоём между городами, вот сейчас между Тирасполем и Эбендерами. Там такая частный сектор. Он знал, что они там водятся? Да, он, говорит, Бен. Просто вы так мне сейчас скажите. Он, говорит, да, он, говорит, сто пудово, говорит, мы вот, я, говорит, я с братом туда постоянно ходил, говорит, мы их ловили, говорит, там вот санцы и всё клёвые такие с гребнем, там хвост такие классные и всё. Он, говорит, погнали, говорит, сейчас вот прям быстро мы тебе намутимся, говорит, от тебя отстану. Короче, едем мы туда, вот, смотрим, там вот этот водоём уже нахрен давно высох, там какая-то лужа такая болотистая. Он, говорит, блин, да они по-любому, говорит, там есть, говорит, надо, говорит, поискать, говорит, где-то в луже они сидят, куда они денутся, типа они по-любому там. Ну, да, начинаем искать, нифига, а там большие такие огромные плиты, бетонные, просто вот, не знаю, как они свалились туда, короче, в эту кучу, в месиво. Короче, вот мы ищем, ищем, нет, он, говорит, блин, они, наверное, в тени, сейчас жарко, говорит, они в тени, наверное, под плитой сидят, говорит, давай поднимем. Короче, бетонные плиты. Бетонные плиты, ну, блин, ну, я не знаю, вот такую ширину и, ну, длину, такие вот. Он говорит, они по-любому, говорит, вот там, говорит, в этих щелях, короче, сидят, говорит, давай одну приподнимем, говорит, уберем в сторону, говорит, они там. Ну, давай. Поднимаем эту плиту, кое-как, она, капец, тяжелая, но, тем не менее, мы вдвоем смогли, то есть, с обеих конца взяли, приподняли эту плиту, и эта сволочь чихнула. Парень? Ну, да. Он чихнул, роняет эту плиту, и она падает мне просто на указательный палец, вот на последнюю фалангу, сам видишь, что с ним. Просто мне раздрабливает ее. А ты-то там были. Я встаю в шоке, болевого шока, короче, у меня все белое перед глазами. Сейчас мы все сделаем, да? У меня все белое перед глазами, и он начинает тошнить дико. Он смотрит на меня, и я пытаюсь ему как-то мимикой показать, что надо поднять эту плиту, потому что у меня там палец. Короче, кое-как мы поднимаем эту плиту, я достаю палец, у меня вот на обрывке кожи просто раздробленная фаланга вот так болтается. Ну, тритоны там были. У меня как-то не до тритонов тогда было. Короче, он как увидел. Так если там были тритоны, вы обратно в плиту положили, это очень интересно получается. Ну, видимо, там не было тритонов. Не было. Мы не успели посмотреть, значит. Короче, он видит эту всю ситуацию, падает в обморок. Я стою просто обтекаю кровью. Подожди, подожди. Он приподнимает плиту. Мы приподнимаем плиту, я быстро вытаскиваю эту палец. Все, мы бросили эту плиту. И он падает, да? Я стою, короче, у меня вот это вот висит с пальца такая вот. Фигня болтается, вот на ветру прям вот так вот начнет. Вот, он это все видит, такой, ой, ой. И так в тенечке, по дереву, мырк, и отрубается. Я думаю, вот ты скотина, блин. Короче, он вот минуты три наверно так пролежал, я его лупил еще по щекам, привел его в чувство. Ты, дурак, палец убрал в сторону, левой рукой начал бить? Да, ну, у меня шок, ты прикинь, блин, я... Что, у меня... Да, у меня болит, у меня кровь идет, блин. И это спит, да? Я поймел, что нужно быстрее что-то делать, его тоже там не оставишь, блин, в этой канаве. Давай, короче, все, его раздуплил, блин. Мы вместе стоем, идем, как бы, в первый ближайший, там, в частный дом. Начинаем звонить туда, короче, чтоб, ну, там, какую-то первую помощь оказали, знаешь, ну, не знаю, там, забинтовали или что-то. Они вовар, где он не падал? Короче, звонил в калитку, выходит девочка маленькая, я тяги, твою мать, застаешь, спрятал руку эту, блин, оно там все течет, так же по спине прям капает, блин. Девочка говорит, здравствуй, есть тут ты взрослых? А зачем? А почему? Пожалуйста, позови, очень-очень надо, тут вот плохо. Короче, вышел ее, папа увидел, говорит, вы хоть ребенку не показывали? Я говорю, да нет, не показывали. Короче, не помню, что он там, ну, вроде, как-то что-то замотал, там, перекись уналил, короче, я тоже чуть в обморок не упал, это, капец, как все было больно, мне тоже тошнило. В итоге мы на троллейбусе едем в травмпункт, у меня просто пакетом с алфановым перевязана рука, там, тряпки какие-то, вот так вот еду, блин. Ну, что, приехали. Ну, палец сделали, да, пришили? Да, собрали. А тритоны? Нет, мы тогда решили, нет, ничего не надо, я лучше, блин, не знаю, заплатил бы денег и купил бы по объявлениям все-таки кого-нибудь, нафиг такие. Короче, вы так и не обновили, да? Нет. Задача была не выполнена? Нет. Но я пришел на работу, короче, с гипсом, так, на руке, объяснил стволаз, говорю, поехали за тритонами, говорю, вот так вот получил. Практически производственная травма? Да. Меня хотели, типа, рисовать, типа, вали на больничную, я говорю, да нет, типа, я могу еще, как бы, одна рука свободная, я могу приходить работать. И вот после этого я начал вот так прям активно использовать детей, чтобы чистить аквариумы. Вот из-за этого все случилось. Да, мне было интересно развивать это, делать лучше, мне это было интересно. Продвигать аквариумистику в целом. Да. Ладно, Артем, спасибо тебе за интервью, было очень интересно, я надеюсь, нашим подписчикам тоже было интересно тебя послушать. Надеюсь. Возможно, возможно, мы запишем еще видео в дальнейшем, если появится много вопросов, ты сможешь ответить? Да, конечно. Я думаю, просто среди людей, которые смотрят канал пара аквариумистика, есть не только такие люди, которые занимаются аквариумистикой у себя дома, но, возможно, есть и те, которые хотят развивать аквариумистику вообще в стране, в нашей стране, в любой другой стране, может быть, там, у нас очень много людей из Германии, например, есть, из Америки немного есть, возможно, они будут устраиваться какие-то такие центры экологические или не экологические, будут задавать вопросы. Тогда мы сделаем еще одно дополнительное видео, где ты сможешь ответить на вопросы подписчикам. Спасибо за внимание, всего вам доброго и до новых встреч на канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok